ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я расскажу чуть-чуть позже. Вот у меня ребенок, я никогда не страдала от того, что он не просыпался, потому что как только звонил будильник, а иногда и раньше, он просыпался. Но то, в каком настроении он это делал. И мне кажется, с этим тоже нужно как-то бороться или как-то помогать скорее ребенку, потому что это тоже проблема. Это правда проблема от того, как мы просыпаемся, зависит от того, как мы проведем день и как мы себя чувствуем в целом. Я обязательно расскажу, как деткам помочь просыпаться в хорошем настроении. Вот, например, моя средняя дочь, которая сейчас уже 16, когда она была младшим школьником, когда она просыпалась, это была просто катастрофа. У нее просто классический ритуал. Она должна была капризничать, нервничать, психовать. У нее была не та прическа, не та одежда. Она все с себя срывала, разрывала. И не нравилась каша, и не нравилось это. А сейчас эта проблема коснулась и твоего младшего школьника, Андрея. Да. Как быть, чтобы все было хорошо? Ребенку важно подготовить то утро, которое скомпенсирует вот тот негатив в его характере, который присутствует сегодня. Я расскажу, как это сделать. Это несложно. Аня, а почему так важно правильно будить ребенка по утрам? Утро, да, это провокация. И детям особенно тяжело вставать осенью, зимой, потому что меняется световой день. Детки реагируют, безусловно, на это. У них по-другому еще, в общем-то, биоритм работает. Им нужно спать больше. И если уже говорить о том, какое значение имеет пробуждение для ребенка, это скажется как на успеваемость, в целом, на его отношении к жизни. Все советы Анечки мы будем фиксировать вот в этой таблице, которая больше напоминает будильник. Сейчас мы увидим, что не нравится детям, когда их будят утром в школу. Мне не нравится, когда папа меня тормошит и тянет в ванну. Мне не подобает, когда мама хочет, чтобы я с ранку швидко вставала. Мне не нравится, когда мама ругается, что я не могу быстро проснуться. Когда я хочу, поваляется еще две минутки. Видно по настроению деток, что просыпаться утром им явно не хотелось. Ну и так, первый очень важный момент. Ни в коем случае нельзя от детей требовать мгновенно, срочного пробуждения. Нельзя их тормошить. Сон – это процесс торможения, который так или иначе распространяется на подкорку головного мозга. Вот это торможение, оно продолжает свое действие первые два часа после сна. Снижается обмен веществ, понижается температура тела, мышцы расслабляются, снижается объем циркулирования крови, дыхание становится поверхностным и редким. И представьте, что в этом состоянии до того, как мы вошли в то, что называется просоночное состояние, вот эта прослойка, в которой мы можем адаптироваться уже к нормальному своему состоянию, нас ни с того ни с сего пробуждают. Пробуждение должно быть мягким. А как долго должно длиться вот это просоночное состояние, как ты его назвала? Минимум пять минут. Касается это как деток, так и взрослых. Давайте закрепим первый совет о просоночном состоянии. Обязательно дайте ребенку буквально пять минут понежиться в кровати. Просоночное состояние – очень важный переходной период к активности. В течение всей учебной недели мы, естественно, боремся за то, чтобы ребенок вовремя ложился, вовремя вставал. И вот, наконец-то, наступают выходные, когда ребенок может понежиться в постели, спать сколько угодно. У меня Андрюша всегда говорит «А, наконец-то, выходные!». Но только наступают выходные, он встает раньше всех и начинает всех будить. Как с этим быть? Внутри у ребенка уже есть какой-то режим. Так или иначе, он будет вставать в одно и то же время. Это, конечно же, признак здоровья. Это хорошо. Но, с другой стороны, если мы обращаем внимание на тенденцию, что в то самое время, когда ребенок просыпается вот в одно и то же время, в выходные дни, но в будние дни стремится проспать, речь может идти о том, что ему некомфортно что-то, что происходит в школе. Это желание проспать ситуацию, которая для него травматична. Ведь в выходные дни у ребенка столько своих личных дел. Он, наконец-то, дождался, что ему никто не будет указывать, что делать, можно наслаждаться жизнью. Для этого не грех и пораньше проснуться. Причем в хорошем настроении. Давайте посмотрим, что еще не нравится детям, когда родителей их будет по утрам. Мне наподобно, когда мама включает ситча и кимнад. Мои родители утром просыпаются, громко разговаривают, и за них я встаю. Мне не нравится, когда мама включает свет в комнате, и я просыпаюсь. Ой, как мне жалко их, особенно первоклассник. Моей подруге была мама, которая занималась тем, что заходила и сразу включала весь полный свет. Особенно это осенью или зимой, когда холодно, на улице темно, а в кроватке там под одеялком тепло и так мило, и под утро же так все снится самое интересное. И она включала, врубала этот свет. Мне казалось, что это тоже какие-то НКВД-ские методы, и моя подружка жаловалась на нее. Даже кот протестует против. Иди, мой хороший, погуляй немножко. Дело в том, что резкий свет и резкие звуки – это стресс, это дискомфорт, поэтому никакого яркого, резкого включения света прямо в комнате. Его можно начать включать за пределами комнаты, где-то в квартире, чтобы все-таки была какая-то реакция ребенка на пробуждение. А мне кажется, еще и ароматы тоже играют свою роль. Конечно. Если я часто обожаю просыпаться от аромата кофе, то в детстве, когда я понимала, что мама готовит блинчики на завтрак... Блинчики! Да, все, утро удалось. И мне кажется, что каждая мама в состоянии вот таким образом еще порадовать ребенка. Вот это тот самый праздник, который всегда с тобой. Я хочу сказать несколько слов по поводу света. Сам яркий свет ничего плохого в себе не несет. Он подавляет выработку гормона сна и стимулирует гормон счастья. И, конечно же, если включать его резко, мозг просто не успевает осознать, что ему пора включаться, когда произошел рассвет. Поэтому дайте вот солнышку время взойти. Соответственно, включайте, пользуйтесь бра, например, с эбулятором световым. Либо в соседней комнате, просто начинайте ярче добавлять свет. Ты так здорово сказала, прям представила, что мама и папа могут быть солнышком для своего ребенка. Конечно, так и должно быть. Он солнышко для них, а не солнышко для него. И так очень важно научиться включать свет постепенно. Детки, которых мы спрашивали, что именно их раздражает по утрам, почему они не хотят просыпаться, одной из причин называли, что родители кричат им в соседней комнаты, что нужно просыпаться. Я считаю, что это неправильно. Он думает, все спят, все отдыхают, а я должен несчастный, бедный вставать. За них за всех вставать. Естественно. Ребенок должен ощущать, что взрослые люди разделяют с ним вот этот тяжелый период. Абсолютно согласна. Я еще помню, в Яралаше видела вот такой образ мамы, которая, значит, включает огромный вот такой будильник, накручивает его с таким видом, знаешь, ах, сейчас я вас как разбужу. И подходит, и ребенку ставит это под ухо. Вот такой даже пример наглядный для меня казался ненормальным во взаимоотношениях между взрослыми и детьми. Не буду с тобой спорить, как можно выходить из этой ситуации. Будильник все равно нужен, просто он не должен быть устрашающим средством. Выберите вместе с ним будильник детский. Что обеспечит возможность ему этим будильникам интересоваться? То, что вы научите его пользоваться часами, и то, что вы научите этот будильник заводить. Выбирайте мелодию, которая ему приятна. Это не должно быть что-то орущее, кричащее, как сигнализация. Давайте ему возможность самостоятельно решить, в какое время он проснется. Без 5-7 или все-таки 7-05. Совет я предлагаю условно назвать. Купите красивый будильник. Как еще родители будят детей, и что школьникам не нравится больше всего? Давайте сейчас посмотрим. Когда мне не хочется просыпаться, папа сняет с меня одеяло. Мне это не нравится. Когда я вообще не хочу вставать, мне не нравится, что мама меня брызгает водой. Когда я утром не хочу вставать, мама с папой забирают у меня подушку. Гестапо какое-то. Это может привести и к заиканию, это может даже привести к параличу конечностей. Так или иначе, ребенок зажимается, он не ожидает. Он может дать очень острый резкий симптом, который очень сложно убрать. Мультики прекрасно действуют надеток, равно как и фоновая приятная мелодия, которую они слышат как будто бы издалека. Поэтому по чуть-чуть включайте то, что их порадует. Вот, кстати, по поводу мультиков я с тобой абсолютно согласна, потому что у меня вот Андрюша Арина включает свой любимый мультфильм. И когда только Ваня слышит вот эти звуки, заработал Лунтик, он с удовольствием просыпается, и у него совершенно не портится никакое настроение. Я предлагаю отклеить еще один совет. Договариваемся включать фоновую мелодию или включать мультфильмы для детей, которые, безусловно, подарят им хорошее настроение. Очень важно создать определенную процедуру, ритуал пробуждения. У ребенка должна быть четкая последовательность того, что будет происходить. И здорово бы этот ритуал особенно не менять. Ребенку это дает уравновешенность, спокойствие, снимает тревогу. Он понимает, чего ожидать, что утро не приносит чего-то неожиданного. Ну, очень нужна нашим деткам подсказка и поддержка. И животные домашние – это вот те как раз любимцы, которые помогут любое пробуждение сделать плавным, медленным, веселым, интересным и добродушным. Поэтому и блинчики важны, и музыка, и мультики. Все-таки очень важно, чтобы ребенок получал всю ту любовь, которую можно получить в этом доме. От мамы, от папы, от кота, от хомяка, от всех, собственно говоря, кого вы найдете в своей обители. Так что же делает кот? Кот топчется, кот лижет, кот мурчит. Он делает все для того, чтобы ребенок заинтересовался какой-то внешней реальностью. У моего сына тоже когда-то был рыжий кот Триша. Он приходил его будить. Причем Ваня как раз вот тот ребенок, который просыпаться в будние дни не любит. Мы просыпаемся в настроении, наверное, благодаря тому, что в свое время такой замечательный кот Триша просто-напросто первым заходил в его комнату. Он забирался к нему на постель, лапой начинал с ним играться. И Ваня, конечно, начинал улыбаться и, собственно, звать меня, чтобы я посмотрела, какой Триша классный. Вообще ребенку нравится, когда утром происходит что-то приятное, и по его заказу в том числе. У моего сына было выражение «чухай спину». То есть если я хочу, чтобы он проснулся, нужно сперва сделать легкий массаж. И мне кажется, это очень мило, потому что я знала, что мы уже общаемся, и у него какое-то удовольствие с утра. Это так приятно слышать. Вот эта интимная такая процедура, массаж мамы. Ведь у кого-то массаж, у кого-то просто за ушко пофыркать каким-то образом. Ребенку может быть достаточно вот этого удовольствия. Я вспомнила, знаете, не так давно мне на глаза попалась заметка, где диетологи из Тель-Авива утверждают, что сладкое – это прекрасное начало дня для ребенка. То есть вполне можно глюкозу добавлять в качестве какого-то дополнительного элемента к полезному питательному завтраку ребенка. Это включает мозг, пробуждает, дает силы и дает нам, в общем-то, возможность активно работать в течение дня. Подкормите себя сладеньким и своего малыша. Будьте добрее по утрам. Следующий совет. Приготовьте своему малышу любимый вкусный и полезный завтрак. У меня остался еще один самый радостный, самый яркий совет. Боже, какая красота! Это такая игра в надувание шариков. Детям иногда категорически не хочется всю рабочую неделю ходить в школу. Надувайте каждый будний день по одному шарику. Ребенок будет знать, сколько еще осталось надуть, для того, чтобы потом в пятницу вечером можно было загадать желание, шарики отпустить. И обязательно потом поймать в виде звездочки свое желание, чтобы оно исполнилось. Итак... Ну, посмотрите, какой счастливый теперь именно этот ребенок, которого будет по всем правилам. Потому что ему дали пять минут понежиться в кроватке, не пугали его ничем, не включали резко свет. Ему подарили красивый будильник, ему включали фоновую мелодию, где-то немного за пределами его комнаты, включали ему мультфильмы, и он вставал с удовольствием. И, конечно же, ему приготовили вкусный и полезный завтрак. Спасибо огромное за полезный совет. Если создать для ребенка приятные ритуалы для утреннего пробуждения, то не только утро будет начинаться с улыбки, но и весь день. Цепь до добрых! Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова